Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик и общественный деятель, подключается к эфиру телеканала Freedom. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Приветствую вас. Ну, слушайте, наверное, российскую пропаганду... Давайте можем с неё начать. Хочется, конечно, о Навальном поговорить, о том, почему тело до сих пор не отдают его семье. Но давайте поговорим о том, как реагирует российская пропаганда последнюю неделю на то, что произошло. Вроде, с одной стороны, все сказали, что будут какие-то разбирательства, потом об этом, о смерти, точнее, убийстве Навального они забыли. Пока в России во многих городах били людей дубинками за то, что они мемориалы делали, такие стихи на Алексею Навальному, в память о Навальном. Что вы думаете, сможет ли российская пропаганда и вообще российское сейчас медиаполе объяснить, что всё идёт нормально, что так и должно быть? Ну, может объяснить, что всё идёт нормально, но только очень ограниченному кругу людей, которые смотрят телевизор, которые верят этой пропаганде. На самом деле, я бы не сказал, что их много. И я думаю, что даже эта аудитория прекрасно понимает, что Навального убили. Значит, в принципе, аудитория такого политического болота, как мы называем её, она в случае возникновения какой-то экстренной внутриполитической ситуации будет бездействовать. Ну, совершенно очевидно. Это как вот с Чаушеску, да, произошло. 97% рейтинга, вот, но когда все события стали происходить, никто не вышел на его защиту. Вот, собственно говоря, эта аудитория, которая ещё верит пропаганде, она неактивная. То есть, они их могут взять, посадить на автобус, повезти на избирательные участки, они даже галочку там поставят за Путина. Но выходить, защищать, дамбиться и так далее, нет. Когда возникает революционная ситуация, решение принимается, ну, не знаю, 5% максимум, если не 2%, самых активных. Поэтому, с одной стороны, конечно, произошла трагедия, безусловно. Вот, я её, честно могу сказать, как-то лично переживаю, потому что знаю и Алексея, и Юлию, и, в общем, много-много лет, наверное, года с 2005-го, там, почти 20 лет. Вот, а на свадьбе они у нас были. Поэтому, конечно, это трагедия для многих людей, особенно, там, для семьи Алексея. И, несмотря на то, что Путин избавился от своего главного политического оппонента, все равно, именно Навальный будет влиять на многие процессы внутри России. Даже после его убийства, потому что это сейчас фамилия объединяющая, совершенно очевидно. Мы будем призывать, и уже призываем, людей 17 марта прийти на эти избирательные участки, чтобы вписывать фамилию Навальный. Да, и я думаю, что Путин может получить гораздо больше очередей 17 марта, и вся эта история, конечно, бьёт по легитимности вообще всех выборов, ну, выборов, так называемых выборов, я имею в виду. Так что команда у него продолжит работать. Я думаю, что сейчас запрос на объединение в оппозиции очень высокий, да, особенно в связи с происходящим. Так что последствия у политического убийства Навального для Путина будут, ну, надеюсь, да, катастрофическими. Может быть, не сразу, но впоследствии. Потому что, конечно, даже ватная, вот как говорят, аудитория, которая слушает ещё пропаганду у федеральных каналов, даже она догадывается, что Навального убили, а не он умер, как передаёт официальные, как бы, да, там, пропагандисты по официальным каналам. Дмитрий, мы с вами говорили часто в наших эфирах об этой акции ППП «Полдень против Путина». Скажите, пожалуйста, она таки остаётся в силе, ничего не меняется в свете того, что был убит Навальный, и, возможно, провокации, либо какие-то репрессии даже? Она наполняется новым смыслом. Во-первых, Алексей Навальный поддержал эту акцию, да, и я не исключаю, что как раз убийство было следствием того, что начинается кампания, дискредитирующая выборы путинские и самого Путина. Но теперь, с учётом того, что главного политического оппонента убили, да, мы будем призывать людей просто вписывать фамилию Навальный. «Три миллиона собрал Путин», по крайней мере, он заявил подпись. Она говорит «230 тысяч». Верим мы в три миллиона? Нет. Верим мы в «230 тысяч?» Да. Вот это и есть легитимность. То же самое должно быть с выборами. Вы говорите, чем отличается? По смыслу – ничем. Потому что они всё равно напишут Путин 80-90%. Нам важно, чтобы никто не поверил в эти проценты. Нам важно, чтобы легитимность победы была на уровне ниже плинтуса. И когда все поймут, да, те, кто считают голоса, силовики, сами люди, когда выйдут, увидят друг друга, если они поймут, что их много, они против войны и против Путина, то это поменяет атмосферу в стране. К чему это приведёт, не знаю. Но к чему-то точно приведёт. То есть это могут быть и раскол элит, когда элиты поймут, что Путин – царь-то ненастоящий. Это может быть и когда люди увидят, что их много, страх пропадёт или ещё что-то. То есть это всё равно очень важная история. И она влияет не на то, как посчитают, да, и какой будет результат, а влияет на последствия так называемых путинских выборов. Дмитрий, можно уточню, простите. И всё-таки буду немножко скептиком. Ну да, конечно, мы находимся в Украине, мы предвзято, честно, относимся к подобным мероприятиям. Но объясню, почему. Вот вы говорите, все увидят. А увидят что? Вот люди поставили подпись, вышли из избирательного участка. Как это массовое сознание того, что Путин нелегитимен, должно прийти в головы россиян? С очередями Надеждина согласен. Хотя бы формально можно увидеть визуально то, что таких, как ты, много. И просто так бы люди не стояли. А здесь как? Так здесь же то же самое. Здесь идея полдень против Путина. Все приходят в одно время. И образуются точно такие же очереди, только по всей стране. А, это будет в день так называемых выборов и против Путина в полдень. Да, 17 марта в 12 часов люди собираются в огромной очереди везде. И за рубежом, и в России, и так далее. То есть мы покажем людей, очереди покажем. Что там посчитает, нас не волнует. Но для того, чтобы наполнить смыслом эту акцию, это протестная акция, это не участие в выборах. Выборов нет. Это протестная акция. Но чтобы ее наполнить смыслом, и выразить свой протест в связи с политическим убийством Навального, то мы будем предлагать портить бюллетень и писать там Навальный. Мне кажется, это знову. Будет такой ответ уже Навального, которого Путина убил, это будет ответ. И увидят все. Кто считает, то увидит эти бюллетени, увидит. Их все равно на столе будут раскладывать. Силовики, которые придут, они увидят, что толпы собираются против Путина, увидят. Человек, который живет, например, представьте, семья, три подъезда, дом, девять этажей. Вот они живут и думают, что они одни там против войны. Вот так пропаганда их настроила. Вы меньшинство, у вас два процента. Вдруг они выходят в 12 часов и смотрят. Сосед слева, справа, сверху, снизу, со всех других подъездов. И вот они все в одной очереди стоят. И у людей тогда поменяется восприятие. Они поймут, что они нифига не меньшинство. Что все пришли. Все их знакомые. Что нас много. Нормальных людей много. И когда люди увидят, что их много, и страх потихоньку будет пропадать. То есть это важно даже для самих российских граждан, которые боятся и считают, что какой смысл от их протеста, если все остальные вокруг поддерживают войну. Ну так вот пропаганда по всем каналам объясняет, что за войну и за Путина 80%, а против 2%. Это мы с вами понимаем, что это вранье. Но не все люди информированные, политически активные, чтобы разбираться во всех этих бросах российской пропаганды. А тут они увидят, и полицейские их увидят. И поймут, так, нифига себе. Оказывается-то против Путина столько народу. Ну как-то и бить их опасно. Ответка может быть. То есть это потихонечку начинает менять атмосферу. Так же, как это было с Тихановским. Никто не верил, что там вообще можно что-то на выборах сделать. Но тут появились эти очереди. И люди увидели друг друга. Не то, что там написано в протоколе, а друг друга увидели. Это важно. Будем надеяться, что власть не пойдет на какие-нибудь провокации либо же обеденные перерывы для того, чтобы этот полдень заблокировать. И будем надеяться, что этих подписей Навальный будет в бюллетенях много. Спасибо вам большое за это включение. Дмитрий Гудков, оппозиционный политик, был с нами в эфире телеканала Freedom. Это и другие видео. Вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова